Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1150. События дня. Псалом 48, 2, 4. Слушайте сие все народы, внимайтесь ему все живущие во вселенной, и простые знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания за 9 февраля 2019 года. Наше объявление. Сестра вот умерла, четверо ребятишек осталось. Муж глухонемой. Итак, задерживайте, чтобы считать можно было, я буду передвигать поскорее. И вот тут ролики сняты, которые показывают, что здесь безобманно. Так и есть, хоронят ее. С работы пришли люди. Просят адрес, чтобы помочь. Ну вот, какой адрес у дан. Кого избрали на это дело. Роман, предлагаете послушать о том, как надо общаться с одными людьми, то есть, как надо со мной и с вами общаться. Это они берут у Андрея Ткачева, там такие, кажется, с проповеди были, или как назвать. Вот Сергей Игнатов говорит, тут рез зашла. А иноверцах, как с ними? Просто считайте тут. Я буду продвигать. Вытормозните, а потом считайте. Я могу поскорее провести, потому что материал большой. Там, а Джуни, я занимался, смотрел это дело, как Мерсинг, Вольф. Несчастные их семьи. Все несчастные. И они не понимают это. И болеют они, и исчезают. Знают день смерти своей. А что это знают? Только трясется, и все. А боги-то нет речи. Без бога, какие они несчастные. Да, богатые, да, есть. А куда все пошло? Никуда, родственники. И после смерти продолжает грех. А у нас отец умер. Инвалид войны. Десять детей. Наследство было только старый китель солдатский. И три рубля нашли у него. Три рубля. Все. На десятерых разделите. Да кто будет делить это? Нас учили жить так. Спустя разной версии врали. Машину сбили. А была драка. Перебили его. Она сама говорит. Все кости переломали. Все на маму. Маму. Маму надеялся придет. Когда мать-то пришла, он уже мертвый. Да что бы она сделала-то? Она из себя не могла помочь. Родной сын. Неродной. От кого она жила. Разводы. У всех одинаково. Вот. Которые с колдовством связаны. Дуровые. Занимаются волшебством. С собакой. С этими. Со зверями. И ни одной дочери нормальной жизни нет. А возьмите Кашпировского. Жена головой болеет. Что? То есть они подвергают опасности всех, кто рядом с ними. На самом деле она и годы меняет. С 49-го года. 15 лет себе добавила. Зачем? Что там Илья Голозунов был. Да я даже не верю в это. Что там уж так. Ни разы и вода она была. С Игорем Тальковым. Ну все это глупости. Вот я теперь говорю. о нашем новом поприще. О рулетке. Сейчас рулетка. Как вот здесь. Мы вели себя. Новый опыт приобретаем. И называется у нас. Пойдем по дорогам и изгородим. Убеди прийти. Все. Теперь это все выставлено. И вот тут ролик выставлен против меня. Синистский. Одна ему отвечает. Они там на меня собрались. Вокруг него. Как я называю кодлы. Ну все. Я благодарю Бога. Молюсь. Еще до этого я уже за Александра молился. Почему? Вижу, что неверующий. Безбожник совсем. Он ищет. У него ничего нет. Пустое. И вот он за каждым подсматривает и говорит. Кто-то это заключение был. Он наколот. Это я не знаю. И что за пятидесятнический дух в нем. Да не в этом дело. Сегодня чем занимается. Хотя это все минусовка ему. Я первый затронул его. Почему? Когда он напал на Иоанна Златоуста. По порядку биографии Иоанна Златоуста. И хулит, и хулит. Я не могу в стороне стоять. Это величайший святой. Самый плодовитый проповедник. И он решил его терять. То есть он не понимает. Ему лишь бы, говорится, кусать гнилыми зубами. А за него вокруг там. У меня голубей. Я зарезал голубей. Это естественно. Раз много их. И селекция идет во всем мире так. А при чем тут голуби-то? А куриц колет. А гусей. Кенгуру колет. Австралия поставляет везде. Я мясо не ем. Но у меня 200 голубей. А в зиму могу пустить 20. Куда? Остальное у меня корма нет. А зачем они мне столько? Вот в Египте там специально есть ресторанчик. Его трудно находят. Люди едут туда, чтобы откушать голубей. Сфаршировка и жареная. Но они там поменьше ростом. И никто не осуждает. А если я сейчас открою по Библии. Покажу сколько голубей там было. И птенцов голубей приносили. Или не как-то их крылья надломать. И все бидели. А что лицемерие. Как правило, женщины уже несколько абортов сделали. А мужики там пьяницы. Вот тут он может маленько покрасоваться. Подкаблучники. И женщины стервы, как пишет Вечный Зов. Я стервя, стервя. Вот послушай, какой мужик должен быть. Андрей Ткачев говорит о подкаблучниках. И вот они тут кинулись на меня. Ну а я что могу? Я Бога благодарю. Я ему предлагал Александру встретиться. Поговорить. И решил за это дело, вернее не я наставил, а Сергей Козлов парализован. Я согласился. Он будет Сергея слушать. Он ему написал, даже ответа не дал. Ни под каким видом. А теперь хорохорится, когда Сергея нет. Он меня куда-то приглашает. Ну такое все. Видно, что не молится. И он бросился на меня. Ну куда же это ему? Да не проглотить. А там некоторые вылезли. Хорошо то, что за это время, пока они вокруг меня пляшут, свистопляска, в это время они в другом месте зло не делают. Только и всего. И вот она пишет. Синистки, заявляю перед Богом, ты трус, вы трус и лицемер. И что ты смотришь, у нас еще в глазе брата твоего, а бревна в глазе твоем не чувствуешь. Да у него не то, что там бревно, он завален этим бревнами. И все только на этом. Все на минусе, на трицаловке. Да не критика, это желчная, извительная ложь. Кого он там не брал только. На меня кинулся, но еще дальше сделал. И получила тебе, полегшила. Нет, а я только Бога благодарю. Обрати этого Александра, не дай ему погибнуть. Его безумие, да не помянется перед тобой, Господи. Вот она пишет ему. Сколько вас лично приглашали в скайп на прямой разговор и Олег Демиров, и Игнатий Лапкин, и прочее, и даже мусульмане. А вы, как трус, всегда боитесь выйти публично на связь. Только и можете из-под тяжка искать в каждом грешки. А они у всех есть. И после долга изучения каждого, клепать видео. Бог видит, и вы не святой, и вы не без греха. И про вас можно наклепать кучу видео. Просто про вас и снимать нечего. Так как вы ничего и не делаете, кроме как выискиваете грехи. А кто делает, тот всегда падает и ошибается. И подвергается критике. В отличие от тех, кто ничего не делает, их осудить не за что. Синицкий, вы просто трусливый лицемер. По скриптам. Кстати, Библию сохранили для вас не такие вне динамиционики, как вы. А те самые религиозники, типа Яна Златоуста. Если бы не официальная церковь, то у вас и не было бы ни Библии, ни символа веры. Абсолютная правда. Ирина пишет. Какой же вы лжец. Игнатий Тихонович ничего не скрывает. Все у него открыто. А вы все переврали. Все голубятники делают селекцию. А голубей он не ест. Про Лапкина мы все знаем. А что ты из себя представляешь? Вот я ему ничего не отвечаю. Только свои ресурсы скинул. Несчастный Александр. Пока не поздно. Пока Бог вас совсем разум не отнял. Обратись, покайся. Попроси прощения у всех, где ты забрасывал их своей блевотиной. Блевотина. Потому что сам изрыгаешь из себя. А такие же вот пожирающие блевотины. Столы наполнены Писанием, говорит Библия. Отвратительные блевотины. У тебя ничего нету. А меня чего же не нападать-то? 41 книга, 41 том. Найдите клиентов, у которых личные его труды были бы. А каждая книга 752 страницы. Да что же меня не брать-то? И еще найдите, у кого столько роликов. 14 тысяч 100. Повторяю, 14 тысяч 100. Ну, посещаемость не так велика. 30 миллионов только. Но у вас-то ничего нет. И у меня в каждом ролике ни составного, ничего нет. Так, как есть. Я могу показать, какой был Сергей парализованный. На иконах рисовал. И когда познакомились, с кем он стал, каким благовестником. Вокруг меня люди нелицемеры. Он не так делает, а тут же ему выговорю. Не так делает, не хочет работать, я его выгоню. А вы-то ничего не можете показать. Меня на каждой работе, видите, я пилю с ребятишками. На костре, в лагере. 45 лет. И он еще, начальники детского лагеря, тысячи детей без помощи государства подняли. Он ничего это не надо. Ему надо меня укусить. Ну, злодей стоит злодея злодейский. А я молюсь о тебе. Еще заранее, когда услышал, что вы на Златоуста нападаете, его биографию всю переворачиваете, своей блеботиной перемазываете. Я обязан был выступить и сказать, этого делать нельзя. Нельзя. Это опасно, в первую очередь, для вас. Златоуста у престола Божия. А вы-то кто? Несчастный, бедный, злобный еретик. Больше ничего нет. Вот Роман говорит. Дальше. Макаров тут ему отвечает. Это о мусульманах они тут. Вам интересно будет? Затормозите и пойдете дальше. Вот я сейчас прокручу. Считать тут не буду. Сергей Игнатов отвечает. Все правильно всегда. Дмитрий Лемеш тоже отвечает правильно. Да все хорошо. Откроете у нас 18-й том, открытым оком. Он весь посвящен мусульманству, Корану. Я разбираю его по сурам и аятам в сравнении с Библией. Что Иоанн Дамаскин говорит об этом. Главное, что мусульман, когда говорите. Вот у меня, если беседуя, я стараюсь три слова, табу, не произносить. Аллах, Коран, Мухаммад. Три слова. Почему? Меня Господь послал, послал благовествовать о Христе, об Евангелии, а не о других книгах, которые кому-то нравятся, являются священными. Священными происхождение, и как у меня все описано в 18-м томе. Они любят зеленый плак, книга зеленого света. Наталья знает, и как они режут, и прочее. Людей, они будут другими, если придут к власти, они мы с вами покончим. Ну, что же, значит, все, не стой Путина-то. Мы будем мучениками, а вы все все равно сдохнете. Вот весь ответ. У нас есть то, что если кто ангел с неба придет, апостол, не то будет благовествовать, а напима. А кто бы он ни был, для нас разницы нет. Это слово Божие говорит. А напима, проклятие ему. Это Галатам, 1 глава, 8-9 стих. И деяния, считаем, 4-12. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Что интересно, у меня личных врагов из мусульманства не было. Я всегда показываю, как одеты у них женщины. Вот они одеты в этот хиджаб. И все правильно. Ефрем Сирин решил узнать, а кто он такой. Да Господь ему сказал, иди, первый, кто встретится, скажи, кто ты такой. Я, дескать, много знаю. И первый встретил женщину. Он остановился. А что она может сказать? Блудница. Путана. И спрашивает, а что ты на меня смотришь? Я из ребра взятый, я на тебя и смотрю. А ты из земли взятый, смотри в землю. Я говорю, он сразу же, вот это да, вот это научила. Повернулся и обратно домой. Вот это самое и есть. Хиджаб надет. Она как в мешке сидит. Она всех видит, как танковую щель. Она смотрит мужчину, рассматривает его со всех сторон. Все его достоинства видит. А он ее не видит. Не видит. И не муж для жены создан, а жена для мужа. Жена для мужа. И она старается вернуться к нему. А он буквально убивается, чтобы внутри его оказаться. Внутри. Разбивается в стенку. Неужели я войду в утробу матери? Да все понятно, не войдешь. Но здесь-то успокоится маленько. Подкаблучники. Роман дальше говорит, это все они. Тут разговор шел о мусульманах. Говорю, у меня, мусульман, не было врагов никогда. Почему? Видимо, дедово наследие. Он мусульман привлечал. Они через деревню ехали, у него останавливались. Мама Мария Егоровна, это Егор Иларионович. Поселок Карповка. Концзавод номер 140. Тюменцевский район Алтайского края. Я все повторяю. Где-то он по деревне у них поехал когда-то, куда-то. А они его узнали. Его с телеги стащили, говорит. И на руках пронесли по всему аулу. Это кричали. Это тот самый человек, о котором говорили. Христианин. И вот я не вижу, что мусульмане друг к другу такие разные, синисткины или кто там, и нападали друг на друга. Никого нету. На меня нападать и, конечно. Андрей Кураев говорит. Если бы Игнатий не обречал священников беззакония, отношение было бы другое. Я первый его задел. Первый. Дал ему повод. Почему я не мог по-другому? Он напал на святыню. Для него ничего нету. А кто он такой? Ну, если по-мерзки, то сказали, поганец подлый. Он ничего не имеет. Сморщук, по сравнению с Иоанном Златоустом. И он всю биографию его перевирает, передергивает. Вот нападает на Солженицына, где Александр Исаевич. Я обязательно встряну и отвечу. Вы никто против него? Никто. Я первый в стране распространял архипелагулок. Отметилось на меня в обвинении, когда судили было. А это нет ничего. Но я молюсь за них, за всех. За всех молюсь, чтобы Господь. Обратил их, чтобы они познали. Вот так. Ну и дальше тут, что, как они говорят. Нанести удар в спину. Ну, что сделаешь? Рассказы. Это наши люди, которые относятся к Содружеству, к счету. Вот так. Что есть? Тормозите и просчитаете. Тут много можно хорошему поднабраться разговору. Тормозить. Курсором стукните по тексту и остановится. Вот пишет Иван Артюшкин. Помню себя, когда впервые увидел Игнатия Тихоновича, душа моя воспылала таким огнем, как будто маленький ребенок встречает свою мамку на пороге дома и радуется. Мне даже хотелось те минуты не то, что задавать вопрос, да кто я такой, а просто помолчать. Но рядом с этим великим человеком, слава Богу за то, что свел мой жизненный путь. Хотя бы с краю, но свел, аминь. Как правило, эти люди выписывают книги мои, которые изданы. Артем. Александр. Благодаря Игнатию Тихоновичу мои дети прекратились заходить в чат-рулетку-то и удалили этот сайт. Храни вас Бог здоровья, сил, терпения. Александр. Поражаюсь вашей активности и подвижности в вашем возрасте. Благодаря вам я уверовал в Иисуса Христа. Здоровья вам. Спасибо за мудрость вашу. Надежда Тишли. Видео без монтажа всегда интереснее. Ну вот, о Германе Филипп спрашивает, я забыл, где он, вроде в Дании или в Финляндии. Вот маленькая переписка, тут я показал, что у меня ролики есть. А теперь о Андрея Ткащева, там он о мужчинах-подкаблучниках. Я поставил там, кто есть подкаблучник и почему он вреднее самой смерти. Это вот здесь ответ. Ну вот на этом практически все. Можно показать еще наши ресурсы. Вот так. Ну это что у нас тут? Это на почте. Почта. А вот как выглядит наш мой мир. Виктория Богданова. Вот как я предлагаю? Друзья, фотографий нет. Ну ладно, посмотрим, кто она такая. Принять или не принять. Вот открываю Виктория Богданова. Она откроет. Написать сообщение. Ничего нету. Ну я им данные дам свои. Ну и все на этом. Друзья подружились. Вот так решается. Ну а потом показать наш вот этот. Что-то лишние сообщения какие-то. Какие тут лишние сообщения. Что-то об иконах. Что об иконах тут? Вот я нажимаю об иконах. Что об иконах? Зашел христианин Барнаул. Если христианин просто говорит, это значит еретик. Сегодня это так. Из Барнаула. Что он здесь? Где тут надпись? Что он хотел сказать? Не знаю. Так и не мог понять. Не мог. И может быть вина моя. Ну как-то другие пишут. Я могу просчитать. Вот. Ну и наш видеоканал. Богатый. 14 тысяч и примерно 100 роликов. Вот сегодня поставил, который, как правило, почти 10 роликов ежедневно. Ну и во свете Библии наш православный библейский сайт. Исключительно богатый. 4124 ответа по темам. Заходи. Считай. Наслаждайся. Ну на сегодня пока хватит. Больше тут ничего у нас нету на экране.